комментарии из youtube молодец сестрицы прочитаешь или нет решил написать комментарий подписан на вас с уважением не 7 десяток хочу сказать я когда прочитала 77 десяток я уверен что россияне вот на седьмом десятке не умеют пользоваться youtube и если умеют то вряд ли они там очень много был там был просто несколько несколько параграфов большой текст сейчас буду читать вы видите я уверена что россияне в возрасте не все имеют доступ к интернету понятие про youtube подписать на подписаться на youtube и уж тем более столько напечатать ну это как бы реально образованный продвинутый человек в технологии вообще тем более писать на русском языке это его второй язык но где в россии на седьмом десятке имеет два языка компьютер подписан на youtube и и и да еще знание история вы сейчас увидите мне мне седьмой десяток седьмой десяток шесть внуков ждем победы украинцев со слезами на глазах хочу немного об истории раньше красивый язык такой раньше при наших далеких предках границы были рядом то есть получается казахстан украины рядом были вот так вот рядом и вот просто были славяне и предки украинцев и просто тюрки предки казахов которые как были в постоянном столкновении постоянном столкновении но войны между ними как таковой не было то есть украина она славяне киевская русь и казахи никогда не воевали ну как таковой войны не было они очень тесно общались ходили вместе на охоту защищали территорию где обитали роднялись женились между собой как доказывают наши историки и самое главное за сотни сотни лет всего значительных столкновений было 12 раз а вместе защищали территории от других недоброжелателей более 30 доказаны в современном мире мы видим каждый год враждуют страны и это дружба и это дружба была заложена а далеко нашими предками то есть украина и казахстан дружит потому что дружили их предки гунами антами украинцев антами называли наши предки так как не за памятных времен ант это на казахском клятва на верность дружбе когда видели племя антов то наши говорили это анты давшие клятву на верность дружбе прямой смысл и данные историческом современном времени по зову предков казах готов помогать когда-то породнившихся с ним соседом далеких далеких дедов и прадедов это невидимая связь наших народов которые не понимают и не поймут в россии конечно мы многое хорошее деяние в истории наших народов забыли но в подсознание но есть когда в 1986 году казахи поднялись первым против тоталитаризма а кремль раздавил жестоко мирное шествие убив сотни молодых студентов я даже не знаю что в казахстане болги ну как майдан 80 что году вот тут сейчас буду узнавать 86 году в казахстане был майдан а кремль раздавил жестоко мирное шествие убив сотни молодых студентов особенно девушек никто не смог защитить не побоялась украинская диаспора и спасла этих студентов прикрывая от этих зверей саперными лопатками от расистов это до доказательства под подсознание человечестве близости предков а восемь шестом году не каждый мог встать на защиту это было очень опасно для жизни рискуя положением репутации даже жизни спасли многих от преследования слава украина луга казахстан я эту историю не знаю и никогда не слышала а украинцы спасли молодежь казахскую вот вы знаете наверно нужно об этом не почитать дякую вам да и про эту связь тоже я вот хочу хотела про нее замолвить слово потому что что-то в этом есть точно это это Продолжение следует...